Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лекцер. Рада всех приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу сделать обзор на колоду Golden Tree Tarot, потому что буквально после выхода последних тараскопов именно на этой колоде мои личные сообщения, моя личка и комментарии на YouTube просто пестрят, что за колода, где вы приобрели. Покажите, сделайте обзор. Очень-очень много просьб, дабы не отписываться каждому из вас. Не комментировать одно и то же. Я решила сделать видео обзор. Возможно, для кого-то он что-то прояснит и поможет понять, стоит ли вам эту колоду приобретать для себя и насколько вам комфортно с ней будет работать. Итак, Golden Tree Tarot. Колода вот в такой вот матовой, тисненной золотом коробке. Сразу скажу, коробка матовая, оставляет следы, особенно, ну как, не совсем удобно ее открывать, немножко непродуманно. Ну, во всяком случае, пока она новая, да, приходится как-то отковыривать. Но со временем у вас все как бы станет на свои места, все будет в порядке. Значит, смотрите, издательство Labyrinthus. Колода сделана из пластика. Дизайнер Tina Gong. И колода такая достаточно специфическая. Могу сказать, влюбилась я в нее сразу. Это, конечно, колода подарок. Мне приобрели мои близкие люди, но я знаю, где они это сделали. Поэтому всю информацию, которую смогу дать вам по этой колоде, сейчас я вам озвучу. Значит, приобретала я ее на украинском сайте Shambala Secrets.ua. Ссылку на магазин я вам скину ниже. Стоимость колоды именно на этом украинском сайте я вам буду озвучивать в долларах, так как не все жители Украины кому-то будет сложно перестроиться в гривневую валюту. Итак, смотрите, на этом сайте она стоит приблизительно, там, плюс-минус, в зависимости от курса. Имеется в виду, на текущий момент, когда я снимаю, 126 долларов. В среднем на других сайтах, других магазинах цена доходила до 200 долларов. Естественно, дешевле всего вам будет ее заказать на ebay, но учитывая сроки доставки и в целом, сколько она вам обойдется, понимаете, это, в принципе, плюс-минус выйдет на ту же самую стоимость. Здесь, конечно, безусловно решать вам. Итак, давайте смотреть. Вот, в принципе, такая коробочка. Вот, как она открывается. Значит, что мы сразу видим? Когда я открыла коробку, все, что здесь было, колода была перевязана такой вот, пластиковая лента, спрессована. Ничего более. Вот только эта тоненькая ленточка. Не было целостной упаковки какой-то пластиковой, да, или бумажной. Первым же делом, не потому что я не знаю Таро, да, а все равно я изучаю посыл автора. То есть, что он рассказывает о колоде, что он вкладывает в эту колоду. Искала инструкции. Здесь инструкции нет. У меня это немножко как бы, ну, не то, что повергло шок, ну, так вот, думаю, странно. Хотя на сайте тоже прописано, что инструкция к колоде есть. Вот смотрите, какой нюанс. Это вот такое вот дно колоды. Тоже достаточно интересная колода своеобразная. И вот где инструкция, понимаете, я сжигаю в ногу со временем. То есть, вы заходите на сайт goldentreat.co и скачиваете на свой девайс, непосредственно на тот Android или iOS, что у вас, инструкцию к этой колоде. Вот так все легко и просто, чтобы она у вас всегда могла быть под рукой и вам было легко с ней работать. Что могу сказать сразу? Карты размером 120 на 70 миллиметров. Количество карт в колоде 78. Здесь нет пустой карты. Некоторые используют, некоторые нет. Я пользуюсь пустым арканом, да. Но для меня это как бы не трагично. Дальше. Могу сказать сразу, колода тяжелая. Поэтому те, кто вам кажется, что вот симпатичная, красивая, она увесистая. Вес колоды 347 грамм. Поэтому, ну, начнем с того, что она изготовлена не из ламинированного картона. Это пластик. Пластик, тисненный золотой фольгой. Я вам сейчас просто для примера возьму вот Тару Аркану, да. Просто достану карту, чтобы у вас было понимание, насколько карты. Вот, например, Тару Аркану. Стандартная ламинированная карта. Я вам сейчас просто буду показывать по толщине, чтобы вам было понятно. Не знаю, насколько вам видно в разрезе. Ну, то есть, начнем с того, что эта карта намного тоньше. Но уж поверьте, качеству не уступает. Потому что это картон, а это пластик. Тонкий, гибкий, но легко принимает форму. Ну, то есть, мне это очень понравилось. Это, знаете, необычно по-своему. Колода очень удобно лежит в руке. Единственное, что вас может здесь смутить, так как она матовая, она отпечатка, оставляет, конечно, отпечатки. Особенно, когда вы, некоторые, пишите в комментариях, вот у вас все валится из рук и так далее, там высыпаются карты. Нет, на самом деле, это по той простой причине, что руки тоже потеют, да, карты приливают к рукам. Есть такие вот моменты. Но на самом деле, ложится в руку она удобно, тасуется она легко. Поверьте мне, вот намного лучше, чем стандартные ламинированные колоды. Не знаю, может из-за того, что здесь карты тоньше. Я не говорю, что это тасуется хуже. Нет, абсолютно. Но вот тут даже шелест другой, понимаете. Мне вам это сложно объяснить. Это только, знаете, для таких вот, ну, может быть, коллекционеров, тароманов, помешанных людях на колодах Таро. Вот это мне сложно объяснить. Этот звук, это ощущение в руках, вот это вот совсем другие карты. Но, в общем, у меня это вызывает дикий эстетический восторг. Итак, вот непосредственно начнем с рубашки колоды. Изображены у нас, в принципе, четыре стихии. Мечи, воздух, жезлы, огонь, чаши, кубки, вода и пентакли, мать земли. Вот, в принципе, вся колода. Скажу честно, я работаю на прямых и на перевернутых. Вот, когда, допустим, у меня падают карты, вот так. Я не акцентирую на это внимание. То есть, не заостряю там перевернутый аркан, либо не перевернутый. То есть, работаю с этим спокойно. Просто для кого-то крайне значимо, чтобы рубашка в прямом перевернутом положении, например, как в аркану Таро, да, не давала вам заранее информации, что несет в себе аркан, да, то есть какое прямое либо перевернутое значение. Для кого-то актуально, обратите, пожалуйста, на это внимание. Итак, давайте смотреть непосредственно сами арканы. Сейчас я все арканы перевернула в прямое положение, чтобы вам была видна прорисовка, собственно, да. Скажу сразу, колода не подойдет для новичков и, в принципе, для начинающих практиков. Объясню почему. Потому что, ну, вот здесь шестерка пентакли. Если, например, здесь еще понятно, что это карта помощи денежной, да, вот тут на чаше весов. Либо просить, либо самим отдавать. То есть какой-то вот равнозначный обмен. То не для всех эта информация будет понятна. То есть здесь нужно хорошо владеть теоретической базой Таро. Поэтому колоду я не могу отнести к оракульному типу. Ну, вот возьмем, да, стандартную колоду. Неважно, вот по символике Райдера Уэйта, Таро Аркану. Здесь вы четко видите картинки, видите прорисовку, видите какой-то мотив, сюжетную линию. И вот новичкам, вот она, вот же эта шестерка пентаклей. Ну, вот согласитесь. По вот этой колоде будет работать легче. Здесь же, я говорю, нужно хорошо владеть теоретической базой и своими наработками. Так, с этим разобрались. Далее. Чем меня привлекла колода? Мне это сложно объяснить. Но вот когда у вас идет особенно однотонный фон, вы выкладываете карты. За счет этой вот голографии, вот этих вот золотых переливов, знаете, у вас как будто возникает какой-то 3D ряд. Вы автоматически погружаетесь в эту прорисовку. Вам легче идет информация. Ну, во всяком случае, мне. За всех я говорить не могу. Я говорю в данной ситуации только о себе и за себя. Но здесь вот просто, как говорится, колода поет в руках. Мне очень нравится. Специфика, согласно RadarAway, то, в принципе, здесь плюс-минус сюжетные линии идентичны. Поэтому даже если у вас, вот как знаете, нет возможности скачать себе приложение на телефон по поводу колоды, ничего страшного. Здесь, в принципе, все аналогично. Вот, восьмерочка кубков, да, уход. Король Пентакли. Также мне часто пишут, у меня были пару обзоров, да, на колоды. Почему вы не даете свое видение арканов, например, в обзоре? Ну, дорогие мои, скажем так, это мои труды, это моя практика. Если вы хотите получить мое видение колоды, как проигрывается в контексте работы, личных взаимоотношений, здоровья, каждый аркан, да, в каждой колоде есть сюжетная линия. Ну, извините, это уже, скажем так, в индивидуальном порядке, естественно, на платной основе. Так, ну, а так, в принципе, все идентично. Видите, девятка кубков, карта сыты до самодостаточной жизни, карта удовольствия, король кубков. То есть, в принципе, сама по себе прорисовка, понятно, вот, водная стихия, король кубков, ничего лишнего, но, тем не менее, понимаете, вот, сразу у вас идет какой-то поток информации. Вот видите, как играет, ну, не знаю, мне очень нравится. Особенно она цепляет глаз пришедших к вам кверинтов. Поверьте, мне еще не было ни одного кверинта, который бы не сказали, что действительно какая-то интересная колода. Вот такой специфический аркан солнца. Это, знаете, еще по-своему всевидящее око и рука помощи. Карта благодати. Тройка кубков. Поэтому подумайте, кому она подойдет, кому не подойдет. Королева мечей. Король мечей. Ну, скажем так, для кого-то покажутся прорисовки примитивные, но мне-то более чем достаточно. То есть, поток информации есть. Вот десятка пентаклей. Да, здесь непонятно, что это семейная карта. Но, с другой стороны, понимаете, родовое дерево. Привязка к древу сефирот, кто пользуется этими значениями, да, кто изучает сефиры. Плюс, опять же, карта процветания, благодати, материального достатка. Семерка мечей тоже, вот даже вот лис с лапой в мече, уже идет ситуация на указание хитрости, каких-то козней, проволочек, интриг и прочее. То есть, плюс-минус прорисовка понятна. Да, для тех, кто второй не владеет, колода будет сложновата. Потому что, ну, вот не всем здесь, например, понятно, что под четверки кубков идет ситуация депрессии. И вот, знаете, как один кубок из лучей солнечной не упает. Типа узри, узри, есть здесь ситуация, есть у тебя еще какие-то новые старты, новые возможности. Девятка мечей тоже. Здесь не совсем вы сможете понять, да, что это карта страха. Видно по мимике человека, что, да, чем-то он расстроен, чем-то огорчен. Но что это связано со страхом, переживаниями и бессонницами, понимаете, я говорю, без теоретической подготовки и базы вы, ну, не сможете трактовать эти арканы. Иерофант. Карта учителя. Карта наставника, духовенства. Луна. Вот такая тоже. Вот сразу вам идет ситуация привязки к знаку зодиаку рыбы. Вот на стихии. Пятерка кубков тоже, да, но видно, что ситуация горечи. Но вот что это карта потерь, карта траура, горя. Ну, опять же, не всем будет понятно. Суд, да, страшный суд, ситуация возрождения, труба зовет. Тройка мечей. Ну, такие, в принципе, для многих мотивы будут понятны. Те, кто владеет стандартной базой. Вот семерка кубков, карта сложного выбора. Двойка кубков. Кадуцей такой замечательный здесь изображен, да. Так, туз мечей. Вот здесь, кстати, такая ситуация. Держите карту вдолье от огня. Мне уже успела я во время консультации. У меня, ну, не опрокинула свеча, а вот капнул воск. Поэтому обратите внимание. Держите вдолье от огня. Так, как это пластик, карта сразу деформируется. Вот. Любовники. Королева Пентакли. Вот, опять же, та же двойка Пентакли. Но не для всех будет здесь понятна ситуация сомнений, колебаний или выбора. Здесь просто, знаете, что ситуация подвисла, ситуация качели. Потому что вот знак бесконечности. Королева Кубков. Паш Кубков. Умеренность. Шестерка Жезлов. Вот, то, о чем я говорила, да. Вот пятерка Жезлов. Для новичка здесь вообще о чем идет речь? Что здесь, какое должно здесь быть понимание? А где здесь понятно, что это карта борьбы и карта конкуренции? Поэтому я говорю, для тех, для кого важен визуальный ряд, либо те, кто привык к каракульному типу колоды, ну, эта колода будет не для вас. Либо вот тройка Пентакли, но стоят вот трое мужчин. О чем идет речь, вы, в принципе, по сути, тоже не поймете. А вот единственное, что понятно, да, по ситуации, по четверке Пентакли. Вот, как свин пытается на ком-то нажиться, заработать больше денег, удержать свою стабильность. Туз Кубков. Туз Пентакли. Не знаю, вообще для меня она колода просто сказочная, по своей подаче, по своей прорисовке. Для коллекционеров она однозначно будет жемчужиной в вашей коллекции. Вот старший Аркан Дурак. Видите, здесь нет никакой собачки, ни обрыва. Такая ситуация вот такого легкого образа жизни, беззаботного. Вот. Просто жить сегодняшним днем, радоваться текущему семиминутным каким-то моментам. Паж Жезлов. Восьмерка Жезлов. Вот по восьмерке Жезлов единственное, что можно понять, что это карта расстояния, карта перелета. Так как она идет в старинных толковниках. Вот та же Семерка Пентакли. Что здесь новичку понять? Ну вот, количество монеток посчитать, да? Отшельник. Вот вообще на солнце играет просто весь подобный. Честно, вот брала на природу, это вообще нечто. Это просто играет красками всеми возможными. Вот те, особенно кто практикует вхождение в Аркан, медитацию на Арканы, поверьте, для вас эта колода будет полезна. Маг, рыцарь кубков, звезда, очень такие красивые Арканы, Сила, рыцарь Пентакли, тройка Жезлов, королева Жезлов. Обратите внимание, нет никакой кошки у подножья. Здесь своя специфическая прорисовка, но тем не менее, смысловую нагрузку карты не меняют. Пажми Чи. Пятерка Пентакли. Вот единственное, что здесь можно понять, да, те, кто владеет базой арктической, что закрыты двери, то есть закрыты ресурсы. Дорога к ресурсам вам закрыта. Потому что Пятерка Пентакли – это карта бедности. Четверка Мечей. Вот опять же, как вы по этой карте поймете, что это карта пассивного ожидания? Да никак, если вы не владеете теорией. Шестерка Кубков. Такие два миленьких зайчика. Паж Пентакли. Девятка Жезлов. Четверка Жезлов. Карта Семьи, карта Стабильности, карта Недвижимости. Старший Аркан Мир. Вот здесь все изображены, четыре стихи. Девятка Пентакли. Семерка Жезлов. Двойка Жезлов. Вот видите, как бы идут какие-то начала из основной символики Райдера Уэйта. Но на этом прорисовка заканчивается. То есть здесь у нас только два Жезла и мир в ладонях этого человека. Но куда направлен его взор? Куда он смотрит? Здесь только горы за его плечами показывают, что слишком уже много пройдено. Слишком много осталось позади. И теперь только впереди ряд новых возможностей. Карта Императора. Если вы помните в стандартной колоде миру его ног, либо здесь изображен баран, как принадлежность к знаку Овна. То есть вот таких вот деталей, принадлежность к какому знаку Зодиака и прочая прорисовка, либо те буквы Иврита, которые скрыты в стандартной колоде Райдера Уэйта, вы здесь не найдете. Для кого крайне важны каббалистик и оккультизм, скажу так, эта колода не для вас. Рыцарь Жезлов. Десятка мечей. Да, вот нож в спину, масса ран и вот лужа крови. Жрица. Повешенный. Правосудие. Ну, видите, соответствует символике Райдера Уэйта, потому что по Райдеру Уэйту сила восьмая, правосудие одиннадцатая. Смерть. Пятерка мечей. Восьмерка Пентакли, карта упорного труда. Десятка кубков. Это просто карта эмоций, карта эйфории, карта восхищения. Опять же, как вы здесь поймете, что это семейная карта. Король Жезлов. Огненная стихия. Дьявол. Ну, видите, что по Дьяволу, да, вы понимаете, что это карта бесконечной зависимости. Колесница. Десятка Жезлов. Императрица. Вот выполнена в каком-то таком японском стиле. Рыцарь мечей. И башня. Вот такая вот колода. Ну, не знаю, я к ней крайне довольна. Если приобретете, пишите, пожалуйста, ваши отзывы, как она вам в работе. Мне она очень нравится. Колода, в принципе, говорящая. Мне с ней легко работать. И, знаете, вот к ней душевно тянет. Чего вам истинно желаю. Пусть у вас она тоже будет жемчужиной в вашей коллекции. Благодарю вас за просмотр. Пишите свою обратную связь в комментариях. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.